У каждого из нас свои недостатки. Но что делать, если изъянов так много, что они портят отношения и секс? И возможно ли перевоспитать партнера, если он забывает об элементарных правилах культурного поведения? Здравствуйте, с вами я, Юлия Бортник, и тема нашей сегодняшней программы – вредные привычки. Знакомьтесь, наши герои. Меня зовут Оксана, мне 25 лет. У меня есть дочка и сыночек. Замужем я 5 лет. Меня зовут Александр, я муж Оксаны, мне 26 лет. Кілька років тому молодая подружжя брала участь в проекте каналу СТБ «Врятуйте нашу семью». И уже тогда Оксана скаржилась на нестерпні звички Олександра. Видите идеи, на берегу немысь идей, я буду все поборядать. Задлите, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***. Мне обидно, как ты себя ведешь. Ты у нас король? С такой король огромной, ***. Свою закрой, Оксана. Надо было не жопой думать, а головой, когда замуж выходила. Каждый день, каждая минута для меня очень тяжело. Морально он меня задавливает, он мне душит, он меня давит. Очень обидно. Это воспринимается, как втаптывание в грязь. А, похоже, с часом, ця проблема набула геть катастрофичных масштабов. При мне мой муж не стесняется ничего. Мне кажется, что меня не уважают. Мне противно. Очень часто делает мне замечания Оксана. Я, получается, как мамочка ему. Носочки падает, трусы принеси, полотенце поднеси. Не намерен подстраиваться под кого-то. Я же нахожусь у себя дома. Я считаю, что Оксана изначально видела, за кого она выходила замуж. Когда мы познакомились, я видела, что у него есть эти вредные привычки. Но я думала, что он поменяется как-то. С Оксаной мы познакомились по интернету. Он настойчиво писал привет, 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 без остановки. Потом написал мне, а ты не офигела? Чего ты мне не отвечаешь? И меня он зацепил вот этой своей настойчивостью. Общались по интернету неделю. Потом решили встретиться. Первый же секс с Оксаной у нас был в первый же день, в первое же наше знакомство. И мне не понравилось, говорю честно. Как мужчина он был ноль. Это был мой первый секс, в принципе. До этого как бы навезло. Мне захотелось его как-то научить чему-то. Переспали мы с ним, но потом частенько она у меня ночевала дома. Мне было 17 лет, ему было уже 18. У нас не было серьезных отношений, намерений друг к другу. У нас был секс по дружбе. В сексальном плане. Он когда научился всему, мне было с ним комфортно. Секс был разнообразный, классный вообще. Секс у нас был везде, где только можно. В клубах, на втором этаже, на первом, в туалете, под деревом, под кустом. Нас даже когда-то спалила бабушка какая-то, проходила, а мы под деревом с ней были. Это продолжалось, наверное, где-то месяца 3-4. Со временем почувствовала, что я начинаю к нему привыкать, влюбляться. Мы поняли, что так больше продолжаться не может. И, в принципе, надо переходить на другой этап наших отношений. Я переехала жить к нему. Я сразу стала замечать, что при мне ничего не стесняется. Он может и отрыгивать, и в трусах ходить. Ну, бывает, появляется. Я думала, что я вот смогу перевоспитать, как-то, ну, перестроить. Я как бы себя же так не веду, я не раскидываю вещи. Ну, не говоря, что не отрыгиваю за столом. Ну, думала, будет лучше, а стало со временем еще хуже. Поначалу он позволял это себе вообще очень редко и мало. А когда вот уже появился ребенок, когда он понял, что все, я никуда не денусь, да, и все. Можно уже по полной катушке отыгрываться. Оксана придирается ко мне по мелочам. Она любит покапать на мозги. Пусть она себя ведет на том же уровне, так же, как и я. Если хочет отрыгнуть, пусть отрыгивает. Если хочет поколупаться в носу, пусть поколупается в носу. Если ей так это удобно и комфортно, пусть ведет себя дома так, как комфортно ей. Друг другу мы мешать не будем. С двумя детьми очень устаем. Саша, для меня как третий ребенок. Когда детками меня горшочки, так и за ним вытерянут. Когда вот по маленькому писать, тогда вот бывает иногда приходится вытирать ободочек. Во время футбола может пить пиво, там, почесать себе на свое место. Та найбільше Оксана ображает те, что человек может згадывать подчас сексу инших женок. Мне так противно, блин. Фу. Говорит, представь, что я вот пришел к твоей подруге, и я с ней. Ну, как-то вот мне так, блин, неприятно. Мне хочется, чтобы про себя слушать приятные вещи во время секса, а не слушать о том, кого он хочет. Последние годы секс как бы более однообразный стал. Иногда я могу включить и посмотреть порно. В постели с Оксаной, соответственно, большинство я переношел. Того, что я увидел в том фильме. Да, хочется, чтобы Оксана, возможно, себя так вживела или так же выглядела. На секса сейчас практически не происходит. Я не хочу. У нас уже месяца три нету секса. В последнее время я задумываюсь о том, что если так дальше будет продолжаться, я не буду с ней. А разобраться в этой теме нам помогут наши эксперты. Врач-психотерапевт Виталий Дьяконов. Психоаналитик Анна Кошнирук. Сексолог, президент Украинской ассоциации антрологии и сексуальной медицины Николай Иванович Бойко. Телеведущая, актриса, модель Светлана Вольнова. Юрист Михаил Ресижник. Расскажите, в чем проблема? Ну, в том, что у него много вредных привычек. Какие? Ну, в том, что он любит за столом отрыгивать. Бывают всякие эмоции прям, что все слышали. Раздевается, бросает вещи на пол так. Ну, безобразно просто. На сука лупаются. Прям при всех? Нет, я на работе себя так не веду. Не ведете? Нет. А почему? Ну, потому что на работе обо мне могут подумать что-то плохо другие люди. При супруге я себя так веду. Потому что, ну, это моя супруга, которая живет вместе со мной. И я с ней живу. Жизнь ее кончена, поэтому. Ну, себя показывать уже с наилучшей стороны не стоит. Я ее завоевал, получается. Женщину нужно всегда добиваться. Даже если она твоя жена, даже если у вас есть дети. Потому что женщина может всегда уйти. Вы же говорите, что когда вы познакомились, одна из его первых фраз была «Ты офигела». Вы не заметили, что есть какой-то подвох. Возможно, он как-то не так воспитан. Ну, да. Я думала, я его как-то поменяю. Вот. За это время. Ну, не получилось. А сейчас это раздражает. А вы говорили мужу, но мне это не нравится. Может, так не делать. Не один раз я ему говорила. Иногда можешь забыться реально. Пришел с работы, уставший, то не всегда думаешь о правильном поведении, о манерах этикета. Ну, ты ведешь себя так, как тебе хочется. Скажите, как недостатки вашего супруга влияют на ваш секс? Ну, мне не хочется его. Когда он ходит, отрыгивает, раскидывает вещи, и я ложусь с ним в постель, ну... Бывает, ковыряется. Насчет отрыгнуть, у него это бывает регулярно. Противно, мне не хочется вообще никакой близости просто. Не хочется? Странно. У него же такие козы. Желание пропадает, когда все это видишь. А как часто у вас происходит секс? Ну, как? У нас секс очень редко бывает. Уже месяца три нету секса. А когда вы все-таки занимаетесь сексом, сколько он длится? Допустим, пять минут. Серьезно, да? Все так плохо. Да. Бывают такие моменты, когда он мне утром говорит, а как тебе ночь сегодняшняя? Я говорю, какая ночь? Я не помню. Орган, вы испытываете? Да говорите правду. Не испытываете? Какой ужас. Какая скучная жизнь, а? Все-таки достичь оргазма женщине довольно-таки трудно. Саш, да просто она тебя ждет для того, чтобы получить какую-то радость, какую-то отдушину, чтобы ты пришел, посмотрел на нее и сказал, какая она красивая. И это уже преддверие оргазма. А если ты приходишь и говоришь... Ну, как-то это не возбуждает, честно. Чего бы вы хотели вот от нас? Чтобы мы сделали что? Жену поменяли. Мужа поменяли? Чтобы она понимала, что я веду себя так, потому что мне так себя удобно вести, потому что я нахожусь дома. А я хочу, чтобы она уважала. Чтобы она воспринимала меня нормально, относилась, без критики. Чтобы она была просто моей бабой. Со мной рядом, детей воспитываешь, я хожу на работу, прихожу с работы, приношу тебе деньги. Что тебе не устраивает? Все. А я хочу уважения к себе. Я хочу, чтобы мужчина как-то старался преподносить себя с лучшей стороны, культурно. Себя вел. Я хочу, чтобы не оценили. Ты хочешь Ален Делона, чтобы был воспитанный красивый? Но он со мной так не будет. Расслабься. Вот так вот. Попробуем разобраться с этим всем. Анна, давайте для начала определим, что же такое вредная привычка. Это регулярно повторяющееся действие, которое происходит у человека автоматически. Он не задумывается о его смысле, о его значении, о чистоте его повторения. Первый аспект. И второй, то что человек, совершая это действие, в любом случае либо вредит себе или окружающему, либо как минимум не обращает внимания на то, что его поведение является неприятным, травмирующим для его окружения. Привычка считается, да, что формируется 21 день. Виталий, откуда же взялась эта цифра? Почему именно 21 день? В 50-х годах 20 века американский пластический хирург Максвелл Мольц обратил внимание, что его пациенты после хирургических вмешательств принимали новый образ себя вот как раз на 21 день. Впоследствии Американская ассоциация астронавтики тоже проводила исследование. Там добровольцам давали очки, которые переворачивали изображение. И тоже подтвердилось, что приблизительно на 21 день, когда люди снимали очки, мозг сам переворачивал изображение. Но тут важно учесть, что на 21 день начинает формироваться привычка. Но для полного ее формирования в автоматическом режиме нужно порядка 300 часов. То есть это приблизительно 3 месяца. Ну, если я не ошибаюсь, то вредные привычки формируются гораздо легче и проще, чем хорошие привычки. Миша, почему так? Мне кажется, что к вредным привычкам привыкнуть проще в силу того, что это гораздо легче. Здесь нет дисциплины, нет самоотдачи. Здесь есть только ты и твои желания, низменные желания. Я тебе скажу, как человек, который последний год постоянно занимается спортом и силовыми упражнениями, особенно вот по утрам, привыкнуть к этому было крайне сложно. А вот привыкнуть к тому, что ты утром просыпаешься и тупо ничего не делаешь, у тебя есть 2 часа времени, которое ты не знаешь, на что потратить. Да к этому же привыкнуть можно за один день, и не надо 21 день терпеть. А можно вытеснить вредную привычку хорошей? И можно, и нужно, только важно понимать, осознает ли человек то действие, которое он совершает, замечает ли он, что его вот это ковыряние, чесание, что за там вот это делание, является вредной привычкой. С того момента, когда это доведено до его осознания, тут и происходит принятие решения, я буду от этого отказываться или нет. Вот почему ни один психотерапевт никогда насильно у клиента не начнет отбирать плохую привычку? Потому что она 100% выполняет какую-то важную функцию. Допустим, человек, который грызет ногти, что признано в культуре плохой привычкой, он, скорее всего, таким образом снижает тревогу, занимает себе рот для того, чтобы, к примеру, своей супруге не сказать, как ты меня бесишь, как я тебя ненавижу, и этими руками, которые я грызу, я бы с радостью тебя задушил. Свет, у твоих партнеров были вредные привычки и в сексе в том числе. И если были, то как ты с ними уживалась? Я не знаю, почему мужчины, когда им жарко, любят снимать майки и со своей вот грудью волосатой садятся за красивый сервированный стол. Меня это безумно бесит. Вот была такая привычка у моего супруга, который, кстати, ее раньше не проявлял. Он за мной ухаживал несколько лет. Когда уже понял, что я попала, золотая рыбка уже у него в руках, он тут показал себя во всей красе. Я посмотрела, думаю, надо мужчину отучить, потому что если дать ему волю, он подумает, что это еще, не дай бог, сексуально. Первое, он лишался стола, приготовленного. И я перестала заниматься сексом, когда он снимал рубашку, садясь за стол. И все. И все. И через неделю был идеален. Поэтому мужчин нужно воспитывать. И воспитывать их надо с самого начала. Николай Иванович, какие самые распространенные вредные привычки в сексе? Ну, это масса. Это может быть и разговоры во время секса, и секс в носках, и принятие душа сразу же после секса. Ну, вы знаете, прелюдия должна быть, а потом должна быть после людия. Потому что женщина еще должна чувствовать, что ты по любви это сделал, а не потому, что тебе понадобилось удовлетворить сексуальную страсть. Неприятно, конечно, когда женщина хихикает во время секса. Потому что мужчина может расценить это. Она смеется надо мной, над моим небольшим достоинством. Возможно, она знала лучше что-то, больше, сильнее. Есть такой анекдот, когда два приятеля разговаривают, и один говорит, у тебя жена кричит во время секса? Нет, кричит после. А почему? Да когда я, ***, вытираю ее об штору. Это вредная привычка, она не может нравиться никому. Я так понимаю, что многое присутствует, да, из того, что сказал Николай Иванович? Да. Нет прелюдий, нет у нас там поцелуев, нежности какой-то, не неприятной. Потому что он не часто во время секса может говорить о других девушках. Да, бывает. Ну вот я, например, могу девушку, другую подругу представить иногда, когда занимаюсь сексом с тобой, да, я не отрицаю это. Например, это как происходит? Во время секса можно сказать, а представь, как я с ней сейчас... Не-не-не-не-не-не-не. Да, это было, Саша, не рассказывай. Ну не до такой степени. Было-было-было. Ну расскажите вы, Саш. Да, бывает такое, что я могу вспомнить про какую-то подружку, могу назвать имя. А зачем вы это делаете? Возможно, разнообразить наш секс. Оксана? Он бывает садится за компьютер, смотрит видео порноографические. Мне неприятно это все. Саша, а какое вы порно смотрите? Это больше грубовое порно или секс с молодыми, красивыми, симпатичными, спортивными девушками. Фитоняшки, знаете, их еще так называют. Это есть такое направление порно, фитоняшки? Да. А вы делаете, я так понимаю, это прям при Оксане? Да. А вы при этом мастурбируете? Да, это нормально. А потом ты хочешь сказать, что будет чего-то хотеться? Нет. Сколько раз в неделю вы смотрите порно? Ну... Каждый день. То есть вам лучше мастурбировать на картинку, чем заняться сексом? Да. Николай Иванович, а является ли мастурбация во взрослом возрасте вредной привычкой? Мы можем считать это вредной привычкой, если мы не можем ее контролировать и если мы подменяем сексуальную жизнь мастурбацией. На самом деле сейчас очень многие специалисты на Западе поднимают вопрос порнозависимости. И как раз последствия зависимости от просмотра порно это то, что у человека снижается либидо и он перестает в принципе в реальной жизни получать удовольствие от секса. Мне лучше заняться самоудовлетворением, чем заниматься сексом с той девушкой, которая в принципе не соответствует моим понятиям о спортивной, красивой, сексуальной фигуре. Вы, конечно, принц Уэльский. Я считаю себя красивым мужчиной. Какая женщина должна быть рядом с вами? Модели, у него должно быть модели. Все должно быть, живот плоский, попа подкачанная, ножки вытонченные. А она вас захочет, как вы думаете? А вот тогда уже надо будет делать что-то и мне с собой, если я увижу рядом с собой такую девушку. Женщины, дорогие, вы прям неспокойно реагируете на эту тему. Берите, пожалуйста, микрофон, кто хочет говорить. Мужчина, да как вам не стыдно? Как вы можете ее унижать? Я вообще не представляю, как Оксана вас терпит такого упыря. Саша, вы ведете себя как свинья по отношению к своей жене. Вы ее не заслуживаете. Кстати, женщины, дорогие, расскажите, поделитесь с нами, какие вредные привычки в сексе у ваших мужчин? Во время секса мой муж кусает меня за руки, за шею, ставит засосы. Когда я прихожу на работу, мне так стыдно, потому что мне кажется, что все на меня смотрят. И завидуют. Я не знаю, завидуют ли, но смотрят, и мне стыдно. А так всегда было? Да, с самого начала. Ну, если вы 21 раз позанимались сексом, вы должны были к этому привыкнуть. Виталий, о чем может говорить такое поведение? На самом деле, часто мужчины ошибочно полагают, что больше он выглядит как животный, ведет себя как животное, тем это больше заводит женщины. Иногда, конечно, перегибают палки. Известный случай и переломов, и каких-то серьезных травм, в принципе, и при агрессивном сексе, когда мужчины так себя ведут. Поэтому во всем должна быть мера, естественно, и предварительная согласованность с партнером. Мой хлопец выкидает использованные презервативы в окно. Мне это неприятно, мне это бесит. Тысячу раз я ему про это говорила, но он продолжает так делать, не реагирует. Он предполагает, что его сперма настолько прекрасна, он хочет делиться с людьми. А там женщины стоят и ловят. Еще есть кто-нибудь желающий? У моего мужа дурацкая привычка смеяться и шутить во время секса. Кроме того, меня роста раздражает, когда он называет мои интимные зоны ***, попочка, птичечка. А как должен называть? Жопа! Как-то очень сильно няшно. Если сначала меня это смущало, то сейчас меня это раздражает. Виталий, объясните, пожалуйста, вот такое поведение, когда мужчина все время в уменьшительно-ласкательной форме называет все части тела женщины, это о чем говорит? Если это не является постоянной моделью поведения, то это, конечно, может быть мило, может быть приятно. Но если мужчина это делает постоянно, круглосуточно и только так, то это может свидетельствовать о том, что работает определенный механизм защитной психики. И таким образом мужчина снимает свой страх напряжения. Нам, женщинам, не угодишь. *** восселье называет. Фу, *** сказал, кошмар. Нет, так если чередовать, да? Какая *** у тебя моя ***? А для того, чтобы узнать, какие же вредные привычки раздражают жителей нашей страны, мы вышли на улицы города и опросили их. Давайте посмотрим. Бывает такое, что женщины начинают говорить что-то во время секса. Ну, соответственно, это очень бредно. Меня раздражает немытая голова, нечищенные зубы, грязь под ногтями. Не поднимают стульчак в туалете, это раздражает. Когда молодой человек проверяет свой мобильный телефон во время секса. Когда он засыпает после секса. Мне не нравится, когда девушка выпивает перед сексом для смелости. Раздражает то, если ты ложишь грязное белье где-то посередине комнаты, а не ложишь это в место возле стиральной машинки. Когда боляется куча волос на постели, на полу, вот это меня больше всего раздражает. Сворачивает носки в шарики и разбросывает в квартире. У нас мое место секс в носках, ну, то есть это не очень сбуджает. И как бывает, приходится человеку сказать, что это не очень сексуально. Николай Иванович, ну так скажите, пожалуйста, почему же именно секс в носках действует на женщин, как красная тряпка на быках? При этом против дам в носках обычно никто не возражает. Ну, я думаю, что это проявление неуважения, пренебрежения к женщине. Николай Иванович, вы не про то говорите. Запах от носков. Вот что женщине не нравится. Понимаете? А носки это все равно. Вы понимаете, наличие носков предполагает, что душ не принимался перед этим. Логично. Да, да. Вот считается, что женские носки как раз больше должны возбуждать. Доказано голландскими исследователями, что женщина в носочках в 80% случаев получает оргазм, а без них только в 50%. Она в них ощущает комфорт, безопасность, меньше тревоги. Скажите, кто же больше склонен к вредным привычкам? Все-таки мужчины или женщины? Не могу утверждать, но думаю, что мужчины. Смотрите, вредные привычки зачастую связаны с нашей физиологией. Это связано с телом. Что-то с собой как-то мы делаем. Так вот, культура женщине всегда запрещала любые внешние манипуляции с телом, потому что это являлось сексуальной провокацией. А для мужчины никогда не было запретов, потому что на него не нападали в связи с тем, что он являлся объектом сексуального интереса. А у нас в студии есть женщина, привычка которой казалась ей вполне безобидной, но привела к ужасающим последствиям. Давайте послушаем историю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Инна. Рассказывайте, Инна, что за история с вами случилась? Я с 11 лет начала грызть волосы. Я их отгрызала, я их глотала. То есть для меня короткая причастка – это катастрофа. Я всегда нашу длинные волосы для того, чтобы я могла... Грызть? Да. Насколько меня поглотила моя привычка, что я в старшем возрасте, в 20 лет, когда была беременна, меня это не останавливало, я тоже грызла волосы и родила ребенка. Ребенок рос сейчас, вот моему ребенку 16 лет, но год назад обратили мы внимание на то, что у него на копчике есть облотнение, потом гнойные раны. Нам сказали оперироваться. Это копчиковая грыжа. Прооперировав ребенка моего, из копчика достали, ну, с размер куриного яйца, где-то очень взбитый клок волос. Естественно, я как мама, я себя начала корить, мне, ну, от этого очень плохо было. После операции я еще месяц держалась, но когда месяц этот прошел, и ребенок стал выздоравливать, я опять вернулась к своей привычке, и я даже не замечаю, она уже у меня на автомате. Это связано со стрессом. Даже и сейчас, когда я нервничаю, вот мне бы здесь рот открыли, я бы отгрызла, вот честно. Ну, то есть аж вот так. Как-то вот это меня успокаивает. Я боюсь, что моя вредная привычка может быть кому-то неприятная. Это первое. А второе, меня очень тревожит, и меня до сих пор не может успокоить в том, что вот именно моя вредная привычка с детства навредила моему ребенку. Инна, ну, смотрите, значит, первый момент. То, что ваше расстройство не связано никак с тем, что произошло с вашим ребенком, это абсолютный факт. У вашего ребенка была эпителиальная копчиковая киста. Чаще всего она возникает из-за неправильного роста волос, которые врастают в подкожную клетчатку в области копчика, в результате чего формируется киста, содержимым которой могут быть волосы и фрагменты костей. То есть вашей вины абсолютно никакой нет. Другое дело то, что вы рассказываете сейчас и поделились одними из довольно-таки редких расстройств, которая так и называется трихофагия. То есть когда люди выдергивают волосы, либо просто берут волосы и поедают. Это относится к психическим расстройствам. И на самом деле в международной классификации болезней есть очень много расстройств, которые как раз так и называются расстройства, связанные с привычками и влечениями. Это в том числе анихофагия, когда мы едим наши ногти. Это дерматиломания, например, когда мы расцарапываем нашу кожу. И это трихотиломания, когда мы выдергиваем волосы. И в принципе вот как раз осложнением трихотиломании является трихофагия. То есть, грубо говоря, один из десяти человек, который выдергивает волосы, поедает. И это в принципе может закончиться смертельным исходом, потому что волосы не перевариваются в желудочно-кишечном тракте. Известны случаи, когда люди вытаскивали в несколько килограмм такие вот клубки уже после оперативного вмешательства. Поэтому это на самом деле серьезное расстройство. И лечение есть от него. И это психотерапия. Спасибо. Спасибо вам большое. Виталий, в каких случаях вредные привычки могут свидетельствовать о нарушении психики? Вот тут действительно важно понимать, что часто то, что мы со стороны воспринимаем как вредные привычки, на самом деле являются симптомами действительно серьезных психических заболеваний. Как пример, это синдром Жиле де ла Туретта. И одним из симптомов этого синдрома есть ругань грязными словами, которую человек не в состоянии контролировать. Еще одно такое расстройство, это обсессивно-компульсивное расстройство, когда у человека появляются навязчивые, неприятные, неконтролируемые мысли, которые вызывают у него сильный страх и тревогу. И для того, чтобы избавиться от этих мыслей, он делает какие-то определенные порой со стороны очень даже выглядящие, неадекватные действия. Он может 50 раз в день мыть руки. Поэтому всегда важно дифференцировать и понимать, что действительно ли это просто вредная привычка или это проявление какого-то серьезного заболевания. Николай Иванович, скажите, пожалуйста, а можно ли избавиться от вредной привычки путем кодирования? Кодированием можно избавиться от вредной привычки, но если это как часть целого комплекса психотерапевтических мероприятий. Необходимо изучить тип личности, его бессознательную структуру, его соматическое состояние и идти на это абсолютно осознанно. То же самое, что кодирование по поводу алкоголизма. Если человек не готов к этому и он не хочет этого, ничего не получится. Оксана, а вы бы хотели закодировать мужа от вредных привычек? Да, но ему все равно. Жене поможет? О, меня все устраивает. Саша, а вот если бы Оксана начала вести себя так, как вы, как вы к этому отнеслись бы? Если бы Оксана вела себя точно так же, как веду себя я, отрыгивала, пукала, портила воздух, шмаркалась, да, мне бы это смущало. Ну, почему многие женщины все-таки готовы бесконечно терпеть хамское поведение мужчины? Если для женщины важнее ее социальный статус на предмет того, что она замужем, то она готова снизить все внутренние критерии оценивания себя как счастливой или несчастной женщины. Если меня будут раздражать его плохие привычки, я, к примеру, спровоцирую расставание с мужчиной, с которым мне плохо, то я совершенно четко должна буду перед обществом заявить, что я в данный момент за это осудят, сказав, что как же так, ты не смогла перевоспитать или стерпеть или смолчать. И во многом женщины, которые мало ценят себя, которые мало любят себя, идут на выполнение социальной роли вместо того, чтобы жить счастливо. Большинство девушек, у них изначально занижена самооценка, но постепенно заботясь о нем формирует в себе линию поведения мамочки. То есть ты поел, ты оделся, тебе тепло, тебе не больно. Мужчине комфортно в такой ситуации, в начале ему очень нравится, он становится еще одним ребенком. И такой комплекс может привести к катастрофическим последствиям, потому что он перестает ее еще больше уважать как женщину. Оксана, а вы случайно не видите себя как мама по отношению к Александру? Да. Я, получается, как мамочка ему. Носочки подай, трусы принеси, полотенце поднеси, чай мне сделай, и пошло, и поехало. Нет ли вашей вины в том, что муж сел вам на голову и не воспринимает вас как женщину? Возможно. Задумайтесь об этом. Ну, а у нас в студии есть пара, в которой женщина в попытке побороть многочисленные вредные привычки мужа установила дома жесткую дисциплину. Но даже это не помогло. Знакомьтесь с нашей героей. Меня зовут Юлия, мне 34 года. Я замужем и воспитываю сыночка Алана, которому 4 годика. Меня зовут Виталий, я муж Юлии, мне 42 года. Вместе мы уже лет 6. Мы очень часто ссоримся, практически каждый день. Мой муж обычный работяга. И привычки у него, как у работяги. Мне это не нравится. Постоянная война. Как на вулкане мы живем. Я себя чувствую как в лагере строгого режима. Бывают такие скандалы очень такие страшные. При первой встрече показалось мне, что он нормальный. Познакомились мы с Виталией в ночном клубе. Я была одна в тот вечер и вижу какой-то молодой человек в черной рубашке танцует со многими девушками. То там потанцевал, то там потанцевал, походил там, что на меня взглянул. Я люблю танцы латиноамериканские. Но я в один из вечеров вижу там девчонка сидит. Она мне тогда, как сейчас, помню, улыбнулась. Она хорошенькая очень была, такая красивая. Я к ней подошел, мы начали танцевать с ней. Я помню, что огни такие. Очень много людей было. И он меня кружил, кружил. Я так боялась, как бы не упасть. Ее так обнимать было приятно. Мне очень нравилась ее улыбка. После клуба мы приехали ко мне. Первый вечер секса не было. Приставаний никаких ко мне не было, потому что я говорю, спать хочу. И легли на кровать. Я уснула, он уснул. Утром мы проснулись, он такой, взял блокнотик. Ну, это ж надо твой номер телефона записать. О, думаю, значит, хочет еще встретиться. Через неделю где-то был первый секс. Это счастье было быть с ней. Все было очень хорошо. И мне нравилось. Вот что я помню, что я подумала, что как хорошо, что от него не воняет. Вегетарианец не пьет и не курит. Чистый организм. Он был ухоженным. Хорошим и внешне, и внутренне. И не позволял никаких матерных выражений. Никакой грубости не было. Думаю, как мне повезло. Через месяц она переезжает ко мне. Секс был тогда страстный, да, потому что у меня желание было к ней, у нее ко мне. Это было очень такие острота чувств было, желание друг друга видеть. Было хорошо. Каждый вечер был секс. Целый день, когда я была на работе, я смотрела на часы. У меня вот в душе все ныло. Так мне хотелось к нему, потому что он такой хороший был. Через два года Юля забеременела. И мы поженились. После того, как мы поженились, он перестал за собой следить. Последний год все усугубилось. При мне он ведет себя по-свински. Пришел, бриться он будет. Вся раковина, плитка, щетильник. Боюсь, что-то не так сделать, потому что она мне отчитает. Руки-то помыл, умывальник грязный остался, то это плохо. Если я забылся губкой вытереть, то все, я получаю уже. Кухня это только моя территория. Никогда я его не пущу на нее, потому что я боюсь, что он там все разрушит. Я не то поставил, не то сделал. Кухня уже все, доступ туда мне ограничен. Я не имею права ни поставить там ничего, ни что-то взять, ни даже подогреть. Мне стыдно с ним по улице идти. Материться. Идет, идет, что-то ему сунул, а в голову плюнул. Могу плюнуть? Где-то последний год я его на базаре торгую овощами. Там многие что-то бывает вот так делают. Ну, может, привычка какая-то там остается. Я ему говорю, что ты пришел домой, я хочу, чтобы ты переоделся. Он снимает одежду, бросает в угол и ко мне начинает приставать грязным. Потный, вонючий, требует секса, а потом обижается, потому что о каком сексе может идти речь. Мне неприятно дослышать от нее. А вообще из-за этих ссор, то, наверное, Новый год чаще бывает, чем секс у нас. Сегодня утром. Он сказал, что сегодня у нас не было секса уже полмесяца. Виталия постоянно хочется секса. Уже, если он уже доклянчит вот это все, я уже говорю, так, ладно, все, давай, быстро говорю, быстрее начнешь, быстрее закунешь, да? Когда Юля соглашается уже, то у нас секс однообразный в одной позе. Его вредные эти привычки меня очень-очень сильно отталкивают от него. В последнее время он не ночует дома. Ему цитата «Раз ты не хочешь, чтобы я приходил домой, я не буду приходить домой, пока тепло, буду жить в машине». Так хорошо, когда ему нету дома, то есть не будет пены, щетины, не будет чесночного запаха, не будет приставания, и для меня так лучше. Мне очень хочется быть с ней. Я не знаю, как-то мы так сильно отдалились и отдаляемся. Чем дальше, тем как бы эта пропасть между нами увеличивается. Этот проект это наш шанс, чтобы спасти ситуацию, наладить как-то ее. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочется узнать, с какой же конкретно проблемой вы к нам обратились. Мы обратились на эту передачу, потому что наше отношение очень ухудшилось. У моего мужа есть вредные привычки, которые очень отдаляют меня от него. Хочется узнать весь список. Он перестал следить за собой, снял, бросил. Он не одевается красиво. Я люблю, чтобы мужчина был опрятным, чтобы даже дома он ходил в хорошей одежде. Например, в хорошей одежде, в костюме? Ну, я, конечно, люблю мужчин в костюме. То есть, чтобы он по квартире ходил в костюме? Было бы, конечно, хорошо, но я даю послабление, пускай ходит хотя бы в футболочке, в штанишках хороших, да? А он в чем ходит? А он ни в чем не ходит, понимаете? Голый, обнаженный? Да. Может, он думает, что наоборот это меня будет возбуждать, если он будет обнаженным ходить. Но должна быть загадка не только в женщине, но и в мужчине. А если в костюме тройка будет ходить, пенсне, презервативе, галстук? Это интересно, конечно. Но как-то одеваться надо. Виталик, почему вы этого не делаете? Может, где-то я там кину вещи мои, я помню где, я помню. А она как положит, так спрячет, и я со своей логикой не найду. Следующая вредная привычка. Он очень любит есть лук и чеснок. Я, конечно, понимаю, это полезно для здоровья, но, с другой стороны, лезть ко мне с поцелуями после всего этого, мне как-то неприятно. А Виталик все время ест лук и чеснок? Да. Он не хочет чистить зубы. Наверное, ему лень. А он вообще никогда у нас, между прочим, большая-большая проблема. Получается, что он и на работу с нечищенными зубами ходит, да? Ходит. Ходит. Ужас. И лезет ко мне с поцелуями. Почему я должна это терпеть? Не должны. Нет. Я с вами абсолютно согласна. Виталик, зубы вы почему не чистите? Да. Спешу, и чтобы время не тратить по-быстрому. Таким, как не главное, и шоу. А для меня это главное. А почему времени нет у вас? Вот чем вы так заняты? С заработком денег занят постоянно. Очень много недосыпают. Бывает, я расслаблюсь трошки больше. Я посплю дома, да, там, чтобы отоспаться. А времени нету. Юля, скажите, а сколько раз в неделю ваш супруг моется? Один раз вам в неделю. Виталий, как так можно? Ну, почему же вам так сложно удовлетворить просьбы по желанию своей жены? Она хочет немногого, чтобы вы чистили зубы, чтобы вы пришли и помылись, переоделись чистенько одежду. Все, вперед. Это же разве так сложно? Потому что я уставший. Мой рабочий день где-то с 7 утра и до 10 вечера. Я уже эти вот тонкости как бы помыться, и я за это не думаю, потому что хочется быстрее лечь спать. Ей тяжело понять, наверное. Хорошо, а скажите, пожалуйста, какой у вас секс? У нас все нет. А вы вообще не занимаетесь сексом? Не было секса уже полмесяца. Как в СССР секса не было, так и у нас нету его. Новый год бывает чаще. Можно вести себя так, что ну просто жена просто придет, накинется на тебя и все, скажет, все. Это как? Вот как в идеале он должен себя вести, чтобы пришли и накинулись? Ну, по крайней мере, убрать свои плохие привычки. О каком сексе может идти речь, если он обижает меня? Он злой со мной. Когда он кричит, я его готова прибить. Я не приемлю такого. Виталик, вы плохо относитесь к своей жене? Я считаю, что да. Я ее обижаю, обзываю. А почему вы это делаете? Если тем более вы понимаете, что это плохо. Она мне это долбит, 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 долбит. Ну, она мне слово, я ей слово, и так вот понарастаюсь, и я взрываюсь. Скажите, так было всегда? Нет. Когда-то было по-другому? Раньше у нас все было хорошо. Я любила его. Он был со мной очень хороший. Он даже не мог дождаться, когда я приду с работы. Он бежал ко мне. Когда вот ребенок появился, вот уже свободного времени нету. Надо обеспечивать, зарабатывать. Да, вот я не знаю, как-то мы так сильно отдалились. Вы на рынке работаете, да, если вы ошибаетесь? Да. Скажите, связано ли это такое поведение с вашим местом работы? Конечно. Ну, вот спросите у нее, каким я был раньше и каким я стал, когда я начал торговать на базаре. это небо и земля. Да, я считаю, что влияют люди, которые на рынке вместе с ним торгуют, на него влияют. Ну что ж, я думаю, что мы сегодня обязательно разберемся в этой проблеме. Виталий, может ли человек сменить место работы или круг общения и резко изменить манеру поведения? Да, это называется ситуативная привычка. Когда человек попадает в определенное окружение, он, естественно, включается в такой режим ассимиляции и пытается стать своим. Это помогает ему лучше коммуницировать, лучше находить общий язык с людьми и избегать каких-то конфликтов. Классический пример такой ситуативной привычки это когда человек попадает в места лишения свободы. Выходя из них, он становится совсем другим человеком. Ситуативные привычки это по определению штука очень сложная. Если до этого человек был воспитанным, интеллигентным, то его воспитание так просто невозможно испарить. Самый простой выход это отказаться от того общества, которое пагубно на него влияет. Если это невозможно, надо четко разграничить, где ситуативные привычки уместны, а где они абсолютно вредны. Домой их точно приносить нельзя. Юля, а скажите, вы работаете? Я работаю мамой моего сыночка. Хорошо, а до этого вы работали? Да, конечно. Кем? Я мечтала работать фианистом, и я осуществила свою мечту, и я горжусь этим. То есть вы считаете себя представителем все-таки интеллигенции? Да, я считаю, что я принадлежу к такому интеллигентному классу людей. Скажите, а к какому классу вы относите своего супруга? Ну, к низшему классу. Вот, я считаю, что он не такой, как бы мне хотелось, чтобы был мужчина. А на студии есть женщина, которая так и не удалось перевоспитать своего мужа, но она смогла его вредную привычку превратить в изюминку их сексуальной жизни. Давайте послушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аня, мне 28 лет, я замужем почти 9 лет. Я выросла в интеллигентной очень семье, то есть у меня мама медсестра, а папа учитель. Вы какое образование получали? Тоже педагог, я преподаватель младших классов. И у нас, как бы, в семье, ну, никогда не было принято материться. Познакомилась я с мальчиком, будучи в институте. Я очень сильно влюбилась. Я не обращала внимание на то, как он и где применяет маты. Нецензурная лексика, да? Очень много ее было на самом деле, но потом оно постепенно начало перерастать в то, что он себя не контролировал. А когда? Когда ругался? Это было как слово-паразит, ну, вот к слову, приставки. Он даже этого не замечал просто. А вы что ему говорили на это? Я ругалась, мы скандалили, я обижалась, то есть, ну, я пыталась как-то найти подход и просила, чтобы он при друзьях не выражался, на работе и дома. Ну, у меня это вообще не получалось. Потом прошло время, у нас родилась дочь, пошел быт. Его начало раздражать там, вот какие-то мелочи, и он мог там, допустим, что-то швыронуть и высказать кучу-кучу нецензурной лексики. Но потом был момент, что во время секса он стал произносить некоторые слова из нецензурной лексики в мою сторону, и мне это довольно-таки понравилось. То есть, это как оживило отношения. А что за слова? Ну, он мог *** назвать, он мог *** назвать. И вам нравится это? Да, да, мне это очень нравится. Потом утром я к нему подошла и с ним переговорила, и мы решили, что на данный момент, ну вот даже сейчас это так, то есть он матерится во время секса. А в жизни так повседневной? Абсолютно отказался, и ему это приносит удовольствие. У него больше эмоций появилось даже вот в плане секса. Он более раскованнее стал, абсолютно все поменялось. То есть, ну для нас это какая-то ступенька вперед. Спасибо большое. Скажите, почему нашей героине так это понравилось? В целом, смотрите, как называют меня, так я и могу позволить себе вести себя. Если мой мужчина задает мне контекст, да, и говорит, ах ты ***, значит, я в этот момент совершенно безнаказанно выполняю его желание. Да, ах ты моя умница, тут как-то *** не побудешь. Да? То есть вот, или ты же моя дорогая мамочка моего ребенка. Да. Тут тоже как-то не пошалишь, правда? Поэтому во многом та роль, которую мужчиной предлагается женщине, часто это какое-то ругательство пикантное, это те слова, которые женщине позволяют вести себя. Секс все достаточно свободно, раскованно. Это аморально, это неэтично, это диссонанс с ее воспитанием, ну хотя, наверное, если всю жизнь были ограничения, а тут вдруг прорвало. И ей это нравится. А мне кажется, здесь момент плохой девочки. Вам тоже иногда хочется быть плохой девочкой. Правильно? Нет, ну конечно, она же училка. И вот она от этого кайфует и примеряет, и может позволить себе все, что угодно. Потому что плохой девочкой быть достаточно сексуально, хорошо и правильно в пространстве своей спальни. Спасибо большое. Виталий, Виталий, кроме секса, есть ли ситуации в жизни, которые оправдывают использование матерных ругательств? Есть интересные исследования, которые проводили британцы, и они доказали, что действительно, когда человек матюкается, когда человек изливает свои эмоции, он в определенной степени даже справляется лучше с болевыми какими-то факторами, со стрессом. И они вот проводили исследования, где человек, когда матерился, он действительно дольше держал руку в холодной воде. Поэтому это как способ снятия стресса, как способ снятия напряжения. Юль, вы говорили в сюжете, что Виталий матерится, а при каких обстоятельствах он это делает? Да, он ругается матом. А в постели он тоже использует нецензурную лексику? Да. Виталий, а у Юли есть какие-то вредные привычки в постели? Ей не хочется все, а бы по-быстрому и все, я от нее отстал. Что-то у нее там гайлова болит, то еще что-то у нее болит. Я просто уже, ну я не хочу, чтобы он меня трогал. Вообще, женщина руководит мужчиной. За счет секса? Да. И Юля этим пользуется, она это прекраснейше понимает. Да, Юль, расскажите, за что сексом теперь вознаграждают? За что дают? За что дают? Ну, например, вот очень долгое время я просила его убрать с балкона вещи, да, и каждый раз во время всего процесса, когда он меня выпросил, секс, да, я могла упомянуть, когда же это ты сделаешь, да. Это в смысле он сверху, а вы говорите? Да. А, кстати, когда ты уберешь на балконе? Да, потому что вот я наконец-то его поймала, вот момент, где я могу у него это спросить. Вы думаете, в этот момент он вас слышит? Да. Он же потом, конечно, пообещает мне что-то сделать, да. И потом он идет и убирает на балконе? Ну, наконец-то он это сделал. И вы его вознаградили сексом? Да. Николай Иванович, можно ли секс использовать как манипуляцию мужчиной? Как манипуляцию нельзя. Секс только по любви. Никаких манипуляций, никаких воспитаний не может быть. Женщина добровольно, она желает этого мужчину. Он пришел, у нее начинается оргазм. Он уходит, и оргазм заканчивается. Нет. Светлана, спорьте. Мужчины сейчас должны вообще заткнуть уши, потому что это очень мощный прием. Когда женщина занимается сексом с мужчиной, и вот он уже испытал момент оргазма, да, ему хорошо, он там уже на небесах, в это время она делает какой-то жест. Ну, например, может за загривок его схватить, или может, например, ударить его по, не знаю, по ягодицам, или еще что-то сделать. Это такой жест, который она повторяет после оргазма, ну, там, раз 5-6. А лучше 21? Ну, можно 21, конечно, лишь, ну, долговато ждать. И когда женщине что-то нужно от мужчины, она просто его так ляп, ляп, под затыльником. И дорогой. Мне нужно вот это, вот это. Мужчина вспоминает ощущение полученного удовольствия, и он готов стараться. Это как собака Павлова. И женщина получает все. На самом деле, то, что говорит Светлана, абсолютно имеет место быть, это фактически вы сейчас рассказали о классическом нейролингвистическом программировании, о технике постановки так называемых якорей. Это имеет смысл, и оно действительно построено на выработке словного рефлекса у человека. Поэтому мы в некоторых аспектах, да, можем быть как собачки. Виталий, я думаю, не только наши героини, а многие женщины сейчас у экранов телевизоров ждут ответа на вопрос, который нас так волнует. Как перевоспитать мужчину? Вначале я расскажу то, чего делать не надо. Не должно присутствовать никакое давление, никакое насилие, никакие крики, выносы мозга. Здесь скорее правильно будет звучать, какие я усилия могу приложить для того, чтобы создать своему мужчине атмосферу, в которой он сам захочет перевоспитываться. Когда вот вы говорите, Юля, о том, что он там чего-то там не моется, чего-то он там не чистит зубы, то в принципе в вашем случае это все очень прекрасно решается. Приходит человек с работы, вы сами ему набираете эту ванну, вы его встречаете, он прекрасно принимает эту ванну, он чистит зубы. И еще очень важно, когда мы пытаемся как-то человека мотивировать, то есть давать ему положительную обратную связь, то есть похвала. Если в коем веке ваш мужчина все-таки добрался до корзины с бельем и выбросил грязные носки, то очень важно это заметить, отметить и похвалить. И, конечно же, самим меняться. Основная ваша проблема, как и многих людей, заключается в том, что мы очень сильно злимся и обижаемся на других людей, потому что они не соответствуют нашим собственным личным ожиданиям. То есть вы хотите сказать, что Юля своей чрезмерной критикой сама провоцирует мужа на вредные привычки? Безусловно, есть хорошая поговорка, которая гласит, что если человека очень долго называть свиньей, то, в принципе, он начнет вести себя как свинья. Скорее всего, с Виталием именно это и произошло. Юля, скажите, вы не задумывались о том, что от этого человека можно уйти и встретить другого, того самого идеального мужчину? Да. Я очень часто об этом думаю. Виталик, скажите, пожалуйста, как вы видите эту ситуацию? Плохо вижу я эту ситуацию. Чем дальше, тем хуже. Мне очень хочется быть с ней. Я ее люблю вообще. Очень сильно люблю. А на студии есть мужчина-иностранец, вредная привычка которого не дает ему ужиться ни с одной украинской женщиной. Давайте узнаем почему. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Куок. И я уже шесть лет здесь живу в Украине. И знаете, через какое-то время мы познакомились с одной девушкой. Это была очень красивая девушка. И мы сразу понравились друг другу. Но однажды, когда мы гуляли в парке, и так получилось, что нужно было сплюнуть мне... Ну, как это? Что? Слюну? Ну, мокроты. Мокроты, да. Мокроты. И девушка, она отреагировала... Боже мой. Отреагировала? Да, очень остро. И у нас возник на... Конфликт возник. Как вы сплевывали просто, хочется понять? На траву, ну, как... Угу. И я ей задавал вопрос, а что делать с этими, если хочется там выплюнуть? Она сказала, здесь некультурно, и люди сглатывают, как бы сглатывать, как бы мокроту, это большой шок для меня. Ну, у нас в стране, если, как бы, возникает эта мокрота, то стоит ее сплевать. Она, ну, не очень хорошая для здоровья. А если, например, вы находитесь где-то, вот сейчас, если у вас возникнет мокрота, что вы будете делать? Ну, салфетки. Вот если дома, у нас есть специальная такая, как это сказать, коробочка, специальная для мокроты. Даже так подписано, для мокроты. А так вот, ну, после этого конфликта в парке, мы через время забыли об этом, но однажды она пришла ко мне домой, увидела эту коробочку. Отчего она полезла в коробочку? Ну, у меня возникло желание выплюнуть. Она спросила, что это такое? Я сказал, это желе. Вы же дома у себя находитесь, вы же могли там в туалет сходить, в ванную. Зачем вы сделали это в коробочку? Ну, это привычка всю жизнь, навсегда. И вы при ней взяли коробочку? Ну, да. А она? Бросила. И больше мы с ней не общались. Я знал, что есть, ну, когда я сюда ехал... У нас есть странности, да? Да, странности. Есть различия в культуре, в традициях, но мокроту глотать... Это вообще уже, да? Это за гранью? Да. А скажите, после этой девушки у вас были другие? Были, они тоже реагировали. Именно на ваше сплевывание мокроты? Да. Ну, а если вы поняли это уже в какой-то момент, после какой-то очередной девушки, никто вас не просит, конечно же, глотать свои мокроты, но просто может быть делать как-то это незаметно. Я об этом забываю, привычка уже. И что делать? Какой выход? Вы сейчас одиноки? Пока что, да, в поисках. Вы ищете девушку какую? Которая сможет смириться с вашими мокротами? Да, ну, девушки считают, что это я странный, но... Угу. Да они просто все ждут в этой коробочке обручальное кольцо, а там... А он ждет ту, которая она среди мокрот, его найдет, это кольцо. Спасибо вам большое. Какие традиции. Это шесть. Мой мозг это не может перенести. Насколько мне известно, во многих странах то, что у нас считается неприемлемым, это может считаться признаками хорошего тона. Я знаю, что ты очень много путешествуешь. Возможно, ты поделишься какими-то интересными историями об особенностях культуры других стран. Я могу всех разочаровать, это связано не с сексом как раз таки, а связано с едой. Например, в Китае, если китайцу нравится вкусная еда, они громко чавкают. Это считается хорошим тоном. В Марокко, если шеф-повар приготовил вкусное блюдо, то благодарность – это отрыгивание. Вы бы там очень пригодились. Вы бы там просто вообще были королем. В Канаде есть такое племя инуиты. В благодарность повару, который их вкусно накормил, они пукают. А в Танзании принято опаздывать на ужин. Вот мы должны всегда вовремя приходить. А там, если ты не опоздаешь на ужин, значит, ты покажешь свое неуважение. Миша, а возможно, в некоторых странах те вредные привычки, которые жителей нашей страны раздражают, являются противозаконными? Я в этом плане очень люблю законодательство Соединенных Штатов. В отдельных штатах то, что у нас покажется абсурдом, у них это абсолютно нормально. Например, в штате Индиана запрещено посещать театры, кино и общественные места, в том числе трамваи, автобусы, троллейбусы, в течение четырех часов после употребления либо лука, либо чеснока, потому что это создает дискомфорт для окружающих. В штате Оклахома запрещено откусывать от чужого гамбургера, например, что любит моя жена. Там бы ее в тюрьму за это посадили, когда она берет и кусает мой бутерброд. Я это тоже ненавижу, но у нас это не преследуется по закону. В штате Массачусетс нельзя храпеть. Только в том случае можно храпеть, если закрыты все окна в спальне. Но то, что действительно меня повергло в ступор, это то, что в Пенсильвании на законодательном уровне запрещено подбрасывать пыль под ковер или под кровать. И знаешь, вот когда они подметают, нельзя подметать под ковер или под кровать пыль и грязь. Виталия, Юлия хорошая хозяйка? Да. У нас идеальная чистота. Претензия одна, концлагерь, все. Вы в концлагере? Да, я в концлагере. В чем это выражается? Я на кухне даже просто подогреть не могу ничего. Абсолютно. Когда я слышу, что он там хлацнула плита, что включил, у меня все трясется. Я прилетаю на кухню и говорю, не знаю, как, что, уйди отсюда. Не волнуйтесь. Не, серьезно. Ты согласился, что кухня моя территория. А у меня выбор был, да? Какой у тебя может быть выбор, если я есть, понимаешь? Я твой выбор. Все. Я ему сказала, что если он хочет, чтобы было как он желает, тогда без меня. А вы считаете, что вот гармоничные отношения так строятся, да? Я считаю, что с приходом моим его жизнь... Его жизнь закончилась? У него все поменялось. Я считаю, что до меня было все не так, как надо. А я принесла в ее жизнь серьезность и порядок. Давайте пять. Вот. И что? Я поняла, на кухню вам нельзя, трогать вам ничего нельзя. А в чем еще, как вы говорите, концлагерь? Мне иногда кажется, что я вообще все неправильно делаю и постоянно почувствую себя виноватым. Я пришел домой, да? Я ей что-то пообещал сделать, да? А у меня нету физически времени. Долго приходится ждать. То есть, например, даже вывезти там с того балкона, что там накопилось, да? Вот она мне пилит-пилит, а у меня нету времени. Это он говорит пилит, а я прошу. Он на меня кричит. Вот как он кричит? Помогите! Помогите, он тоже кричал. Да? Да. Он кричал, было такое. А в какой момент он кричал, помогите? Наверное, я вот ему что-то говорила, говорила много-много-много. Нет, Юля, ты меня била тогда. Била? Да. А серьезно она вас бьет? Ну, было било, я тогда и кричал, а то помогите. А за что вы его били? Скандал у нас произошел. Когда мне не нравится, как он себя ведет, то да, я могу побить. Меня обижает, что Юля это говорит. Я сейчас все даже дома не ночую, потому что постоянно что-то мы ссоримся, что-то доказываем. Да вы просто тиран. Виталий, а что еще она вам запрещает? Танцевать, латиноамериканские танцы. Если я не ошибаюсь, вы познакомились в ночном клубе и танцевали вместе? Да. Поначалу я даже поощряла его походы. И он ходил и танцевал. Я считаю, латиноамериканские танцы не мужским занятием. Все это ерунда. Ну что, зрители дорогие, я вижу, что у вас накопилось эмоций, впечатлений. У вас есть сейчас возможность, вы можете высказаться. Женщина, благодарите Бога, что вы своим таким поведением и тиранией не довели мужа до рукоприкладства. Вы как раз тот случай из исключения, который этого заслуживает. У вас есть совесть так издеваться над своим мужем. Неудивительно, что он стал неряхой. Юлечка, вы знаете, вы красивая женщина. Вы увлечены тем, что вы относитесь к элите, что вы вот так творчески развиты. Это все прекрасно, совершенно. Дай вам Бог счастья и здоровья. Но тот факт, что вы тиран, который не выпускает мужчину, человеков, напомню себе еще раз, да, и вам вместе с этим передвигаться, свободно по квартире, что мужчина спит в машине, оставаясь вашим мужем, при этом, будучи отцом ребенка, постоянно слышать о том, что он дурно пахнет, дурно выглядит и вообще дурно себя ведет. Вы знаете, это колоссальный прессинг. Это очень опасно как для него, так и для вас. Потому что, если вас не остановить, вы погубите не только его, вы погубите и ребенка, и себя, и всех окружающих. Виталий, почему Юля так агрессивно и безжалостно ведет себя по отношению к мужу? Похоже, что у Юли синдром принцессы. Так называется привычка к обожанию и требования для себя самого наилучшего. Такой комплекс может превратить даже самую прелестную, на первый взгляд, девушку в невыносимое создание. У страдающих данным синдромом принцессы чаще всего возникают проблемы в отношениях с противоположным полом и проблемы в отношениях с близкими, а также проблемы вообще в отношениях с людьми, так как они всегда смотрят на всех окружающих людей исключительно с позиции превосходства, исключительно и с высока. Конечно, в конечном итоге это все приводит к конфликтам, к агрессии и к возможному непониманию. Я даже больше скажу, что я наблюдаю у Виталия проявление мужской депрессии, когда мы говорим о том, что мужчина, друг, ни с того, ни с сего, перестает следить за собой, человеку наплевать становится на себя. Юля, А у вас до Виталия были мужчины? Конечно. Я была первый раз в браке, когда я была молодой еще лет в 19. Потом я была второй раз в браке в Египте. Я была в гражданском браке еще с мужчиной-англичанином. И после него уже я в официальном браке с Виталием. А скажите, что не сложилось с теми мужчинами? Ну, так получилось, что отношение погубило пристрастие мужчин к алкоголю. Каждый муж бил меня и ломал то, что дорого мне. Я начинала проявлять физическое насилие по отношению ко мне, и психологическое насилие потом прибавилось. Поэтому не было смысла мне тратить свою жизнь. Я никогда не ощущала заботы мужской о себе. Я так понимаю, что в прошлом у Юли довольно сложная история взаимоотношений с мужчинами. И именно это влияет на ее нынешние отношения с Виталием. Для того, чтобы помочь нашей героине разобраться в сложившейся ситуации, мы провели эксперимент. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлечка, здравствуй. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, я психолог. Юля, скажите, в вашей жизни сколько мужчин сыграли значимую роль? вместе с моим отцом нынешний муж конечно ну я думаю вот якоря и каждый из этих якорей будет символизировать мужчин я хочу чтобы вы мне рассказали о каждом из них мой отец он причинил мне боль которая идет с моего детства и тянется до сих пор какие у тебя воспоминания мой папа сожалению применял силу моей матери ко мне к сожалению он тоже применял силу щечин и удары и не могу сказать что было за что последний день я помню мало не было дома я обрезала джинсы и не убрала за собой нитки на полу я ему сказал что я уберу позже он начал на меня кричать их листать по лицу говорить ужасные вещи и когда он меня побил я собрала вещи и я ушла к бабушке жить жив ли он сейчас мой отец он жив но к сожалению он не интересуется моей жизнью он сама не общается сейчас я предлагаю тебе взять якорь я очень хочу отдать этому якорю ту боль и печаль которая меня на сердце сейчас у тебя есть возможность сбросить этот якорь за борт до утопить в этой воде эту боль и обиду йоль про отца мы поговорили кто же был вторым мой первый муж он поддался своей пагубной привычке алкоголь становился агрессивным злым понимал на меня руку бил по лицу угрожал ножом даже я хочу освободиться от этой боли кожи давай возьмем якорь боль пусть уходит и у второй якорь у нас уже за бортом да я думаю стоит вспомнить о третьем мой второй муж мы познакомились с ним в египте в том отеле где я работала он меня бросил и наброси из-за того что его первая жена так как он мусульманин она не давала ему разрешение на заключение брака со мной мне было очень больно я ощущала что меня использовали выбрасываю разочарование юль ну вот уже три якоря у нас за бортом и сейчас четвертый якорь мой следующий муж англичанин он тоже начал злоупотреблять алкоголем и в этом состоянии он превращался в зверя он мог меня схватить за шею он говорил ужасные вещи издом даже выгонял меня манипулировал мной что я чувствовала что во всем виновата я и сама что-то неправильно то есть он не причинил много боли после этого случая я очень озлобилась выбрасываю и пришло время к пятому якорю кто этот мужчина следующий якорю принадлежит моему нынешнему мужчине который является моим законным мужем это мой четвертый муж готова ли ты выбросить этот якорь как знак прощания с твоим нынешним мужем труднее всего мне выбросить этот якорь у меня чувство не спокойствия на данный момент я не могу сказать любовь это каждый из нас не раз упомянул то что пора уже разводиться и уходить вот если бы вот он стал таким чтобы больше меня не обижал то я думаю мы могли бы жить счастливо я надеюсь что именно с этим мужчиной у нас может все наладится он все-таки является отцу моего ребенка тогда оставляем его пока на корабле пусть будет скажи пожалуйста как ты думаешь это яхта может поплыть с якорями тяжело твои взаимоотношения с твоим мужем нынешним они очень напрямую связаны с твоим отцом до своими тремя мужчинами предыдущими ты не смогла отомстить и сейчас твой муж эти все наказания испытывают это правда мой муж и говорил мне очень часто что вот тебя обидели в прошлом твоем вот те мужчины тебя обидели а на мне ты отыгрываешься я намеренно его обижала и мне нравилось нужно распрощаться с этими якорями раз и навсегда я очень хочу с ними распрощаться идут ко дну я согласна я предлагаю тебе этим ножом перерезать абсолютно все эти якоря мне это нравится отрезаю свою боль не хочу чтобы она мне мешала жить отпускаю свое прошлое у вас с мужем все получится спасибо большое я сейчас в шоке конечно я поняла что все это время много водила месть влияла на мою жизнь и я реально заставляла моего мужа страдать и платить за те поступки которые он не совершал сейчас конечно я могу сказать что этот проект открыл мне глаза и я хочу быть лучше поласковее анна как предыдущий опыт отношения юля мог отразиться на ее нынешних отношениях юля я не знаю что было первичным да я не знаю каким образом вы вели себя уже в отношениях после ситуации с отцом но в целом это конечно же не норма когда вы ожидаете что любой мужчина может причинить вам вред что любой мужчина сблизившись с вами обязательно может начать вас избивать или мучить или оскорблять и прочее и скорее всего в лице своего нынешнего супруга вы отыгрываете постоянно свой прошлый опыт это вам не приносит никакого облегчения уверяю вас это вам просто дает возможность освоиться в ситуации где я контролирую хотя бы что-то в этой жизни вы упиваетесь этим контролем порабощая его полностью вот каждое слово я с вами соглашаюсь это реально то что есть во мне я боюсь заплакать сейчас проговорите это и это будет первым шагом к изменениям вашим мы вас поддержим в любом случае мой папа не заботился обо мне я вот помню как он бил маму мою и меня когда я была маленькой что он говорил он так меня напугал он для меня воплощение этого понимать и насилие у меня появилась ненависть как бы мужчина я как бы хочу каждому мужчине сделать больно чтобы они не делали больно мне потому что я все же страдаю из-за этого понимаете есть такая штука знаете она называется вективное поведение это когда я привык или я привыкла к тому что я постоянно получаю на себя агрессию какое-то разочарование мной всегда недовольны тут три выбора либо я всегда буду искать партнера который агрессивно будет себя вести в отношении меня либо я любого партнера заставлю меня обижать не уважать либо я стану на обратную сторону и я буду тюкать его плохими привычками и вы буду тюкать его каким-то плохим воспитанием и прочее поэтому юля вам придется научиться по-другому чувствовать по-другому думать по-другому эмоционировать для того чтобы попробовать разомкнуть вот этот порочный круг в котором вы застряли меньше виталий задача для вас в данном случае ну я уже эту задачу для себя вижу как мужчина прежде всего не думать сейчас об отношениях о каком-то сексе о том что она должна быть той или иной ее нужно сейчас достать из этого собственного дна отмыть от всего поставить на ноги нормально а дальше она возможно в мгновение станет такой как вам нужно но для этого вам нужно сейчас будет делать то чего она хочет мыться уделять ей внимание и тому подобное это же неплохо я понимаю что вы это сейчас не делаете в силу того что вы видите женщину которая вас расстраивает но она расстраивает не потому что она плохая а потому что она заболела и я не обвиняю вас этой болезни просто так случилось будьте мужчиной в этой ситуации виталий вы хотите сохранить семью и отношения с юлей да мне очень хочется сохранить я не буду так ссорился с ней я очень люблю больше всего на свете я вот очень часто думала что же мне сделать как его довести чтобы он вот меня наконец-то бросил чтобы он ушел теперь же я понимаю я могу ошибаться прекрасный мужчина рядом с вами откройтесь ему это прошлые обиды на других мужчин он другой может быть он простой для вас да как вам кажется вы такая вся утончена но он настоящий мужчин которых мало его чуть-чуть пригрейте у вас все будет хорошо это будет прекрасный для вас муж вы будете гордиться вы в него вложите еще больше и вы будете прекрасная пара понимаете очень достойный мужчина если вы его упустите другая его найдет да он хороший муж потому что он заботится о своей семье так может за знак примирения вы с ним станцуете я надеюсь не один я увидел я думаю все увидели да что виталий на эти полторы минуты ожил это действительно была его жизнь я вижу что юли с виталием потихоньку все налаживается тогда вернемся к вам оксана скажите пожалуйста каким было ваше детство детство я была не очень хорошая честно а подробнее можно мама мне вообще внимание никакого не уделяла отец от нас ушел в 5 лет мама занята была своей личной жизни а что значит мама была занята своей личной жизнью ну в прямом смысле слова она занята была собой мужчинами своими а как это вообще происходило в вашем детстве вы помните она знакомила вас с теми мужчинами которые появлялись в ее жизни дочка всегда была на улице я просто только к ней там гости кто-то пришел все доченька можете гулять это вам сколько лет было где-то до 10 лет точно долго вы гуляли ну могла до вечера могла до 10 10 лет до 10 вечера гулять на улице да мне было до слез водила когда это вспоминала я вижу как мать ее относится к ней для нее важно ее квартира для нее важно материальные ценности она плевать хотела на внуков она плевать хотела на оксану саша вашей семье было так или по-другому мне не хватало тоже внимания от матери потому что моя мать со мной практически не общалась тоже она всегда была на заработках то поедет в один город другой то с по странам отец тоже рано ушел мне было 7 лет со мной общалась моя тетя со мной общался мой дедушка со мной общалась моя бабушка но мне также не хватало потому что бывало такой я мог также выйти за хлебом магазин уехать другой город не звонить где я и что меня нету неделю мне мать могла даже не позвонить, и это обижало, это просто обижало. Там мне было тогда уже 14, там, 17 лет. Подождите, и вас никто неделю не искал? Нет, безразлично всем было. А мама, когда приезжала, она вас как-то наказывала, ругала? Когда я неправильно что-то поступил, неправильно сделал, получил плохую оценку, прогулял в школу, меня очень часто унижали, оскорбляли, ты дебил, ты дурак, ты оболтус, ты придурок. У матери больше мужской характер, она больше строго, у нее все вот так вот, так сделал, спасибо, пожалуйста, до свидания, ты должен выучить, выучил, молодец, давай пока. Вот так мне приходилось жить, поэтому мне тоже было тяжело, конечно. Как думаете, как это повлияло на вашу самооценку? Ну, я не знаю, конечно, но мне кажется, что плохо. Отразилось это так, что у меня бывали приступы депрессии до такой степени, что мне жить не хотелось. Наши герои сполна ощутили недостаток материнской любви и внимания, и для того, чтобы помочь Саше и Оксане справиться с детскими обидами и понять, как прошлое влияет на их отношения, мы решили провести эксперимент. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Під час эксперименту Оксана та Олександр по черзі спостерігатимуть один за одним. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы можете мне сказать про вашу маму в ваши взаимоотношениях? Ваши взаимоотношениях были холодно сюда. Ни любви, ни ласки. Не было ничего такого приятного. Мне не хочется не говорить. Я понимаю твою злость, обиду, но дабы исправить отношения во взрослой жизни нам приходится окунаться в детство. Эти эмоции тебя держат. И тебе эти эмоции нужно раскрепостить. И сейчас у тебя будет предоставлена эта возможность. Мы подготовили кое-что для тебя. Это голос твоей матери. Оксана, мне некогда. Да иди отсюда. Я занята. Пошла вон. Оксана, вкупай. У тебя ничего не получится. Блин, я точно так же ей это говорил. Я не понимал, насколько больно я ей делал тогда. Потому что в детстве она слышала все то же самое. Надо обдумывать свои поступки, подбирать слова, когда общаюсь с женой. Оксана, иди погуляй. Ко мне сейчас придет мужчина. Чего ты мне мешаешь? Нет, нет. Бедная моя девочка. Тяжело, конечно. Тебе действительно... Я смотрела на подругу, у которых мамы были как подруги. Мне так хотелось всего этого. Не было нормальной поддержки никогда. Я понимаю, что она моя мать. Я понимаю все. Но она меня бесит. Иногда мне хочется ее послезать. Понимаете? Но ты выстраиваешь как-то с ней диалог. Не получается. Маме я никогда не высказывала эмоции. Я боялась. Просто терплю. Скажи, пожалуйста, с чем ассоциируется твоя мама? Со льдом. Я кое-что подготовила для тебя. Ты готова увидеть? Да. Что это? Лед. У тебя есть возможность проговорить этой глыбе льда все то, что ты хочешь сказать маме? Я устала от такого отношения ко мне. Я очень злюсь на тебя. Ты в детстве постоянно из-за мужчин меня выгоняла с дома. И никогда не давала внимания достаточно. Я тебя никогда не видела любви. Когда я хотела пойти получить высшее образование, ты мне сказала о том, что я не буду. Я не смогу. У меня не получится. А я хотела другого к тебе отношения. Хотела, чтобы ты меня поддерживала. Я говорила, что все у меня будет. Даже какие-то я в жизни решения принимаю, ты во всем всегда сомневаешься, что у меня это получится. Все. Я не буду больше. Не хочу. Я хочу предложить тебе разбить эту глыбу льда как символ твоих обид. Ты готова? Да. Оксана, ты готова простить? Маму? Я готова. Мне стало легче. Спасибо. Я сейчас с тобой прощаюсь. И у меня предстоит разговор с твоим мужем. Хорошо. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, какие у вас взаимоотношения с мамой и что ты помнишь из своего детства? Ну, она постоянно находится в заработках, куда-то уезжает. Как бы с ней я мало времени. Я очень четко помню те слова, которые мне мать говорила, что из меня ничего толком не будет, о том, что я хуже остальных. Мне было достаточно обидно и очень такая злоба чувствовалась. Всегда хотел сказать это матери. А что тебе мешает сказать эти слова маме? На данный момент она находится на севере. Там нету возможности созваниваться, нету интернета, чтобы связаться по скайпу. И я уже не видел маму, по-моему, года два. А скажи мне, пожалуйста, с чем бы ты проассоциировал свою маму? Ну, ассоциацию провел бы с человеком, который приносит доход, деньги. Перед тобой мешок. Я могу попросить тебя его открыть? Конечно, давайте. Готов ли ты сейчас высказаться этому мешку денег? Абсолютно о всех тех чувствах и переживаниях, которые испытывал тот маленький мальчик Саша? Ну, это довольно-таки сложно. Надо настроиться, как бы, да, и... Настройся. Я недополучил внимания, я испытываю чувство ненужности, злюсь на тебя. У всех были матери, у всех были отцы, и они могли к ним подойти, обратиться. Когда их обижали в школе, меня в школе часто обижали, и мне некому было обратиться, потому что ты не подходила ко мне и не спрашивала, все ли у меня нормально, все ли хорошо в школе. Ты была занята своими какими-то, возможно, проблемами. Я не знала, что ему до такой степени хватало мам. Бедненький. Так хочется подойти сейчас, обнять его. Много очень слышал от тебя таких фраз, что я не способен, я не могу, мне не получится, я неряха, я грязнуля. Бездер, тупица, дурак, идиот. Я веду себя, как его мама. Я его вечно обзываю. Мне так стыдно за это. И очень хотелось бы у него попросить прощения. Саша, я видела, насколько ты переживаешь, и видела на твою искренность. Легче стало намного. Я это все высказал, это накапливалось в душе. Это уже 20 моих. И я очень хочу завершить с тобой эксперимент. Психолог запропонувала Олександру назавжди разпрощатися с дитячими образами. Горят эмоции негативные. Оксан, Саш, вам есть что сказать друг другу? Саш, прости меня, пожалуйста. Я не понимала, что тебе в детстве не хватало внимания материнского. И, возможно, относилась не так внимательно. Прости меня, пожалуйста. И хотела, чтобы у нас было все по-другому. Это уже много обиды, зла держал. Я не понимал просто, как надо себя вести со своей женой. Я буду более взрослым себя вести. Я готов быть мужем, за которым ты будешь, как за каменной стеной. Я буду тебе помогать и находить те слова, которые помогут тебе почувствовать себя любимой женщиной. Возле меня. Спасибо. Виталий, как же отношения с родителями, с мамой или их отсутствие повлияли на наших героев? Как мы увидели в этом эксперименте, у Оксаны не было любящей и заботливой матери, о которой она все время мечтала. Поэтому, когда она выросла, она сама для себя решила стать идеальной матерью. И настолько просто вжилась в образ, что стала вести себя как мама даже по отношению к собственному мужу. У Александра же, в свою очередь, очень сложное отношение с его собственной мамой. И когда Оксана начинает его воспитывать, вести себя как мамочка, критиковать, его, естественно, это раздражает. И тогда он как ребеночек на злом маме ковыряется в носу, разбрасывает вещи. Поэтому, Оксана, вам просто необходимо менять линию поведения и становиться для Александра любящей женой, а не мамочкой. Вам нужно, Александр, понять, что вы не маленький мальчик, а любящий муж и отец. Поэтому пора себя вести соответствующим образом и становиться примером для своих собственных детей. И жену завоевывать каждый день. Саша, Оксана, вот если вы помните, в начале программы я говорила о том, что привычки – это очень важно. И никогда не бывают просто так. И вот то, что мы называем плохими привычками, в случае с Сашей – это возможность получить не критику, отрицание, и то, что ты плохой, а то, что ну как же так, что такой хороший парень, как ты, разбрасывает носки. Я тебя очень люблю, давай их собирать вместе. Ситуация с Оксаной заключается в том, что для нее любое сравнение, любая критика, любое обесценивание гораздо более болезненно, чем для той девочки, которую растили в любви. Для той девочки, которые говорили, что ты у меня умничка, ты у меня красавица. Поэтому, когда она слышит о том, что она несовершенна, о том, что там какие-то, как фитоняшки или кто-то там лучше, для нее это не вопрос фигуры, для нее это не вопрос секса. Она снова становится той маленькой девочкой, которую мама не любит и не ценит. Вот если бы мы взрослые помнили, что мы критикуем тоже невзрослых себя и невзрослых партнеров, что мы обижаем вот этих маленьких мальчиков и девочек, когда мы не даем любви, когда мы постоянно жмем на больные места, было бы гораздо проще. Важно изменить поведение, исходя из того, что вы сегодня друг про друга так многое узнали. Вы действительно очень приятная пара. Надо просто повышать самооценку, не за счет другого человека. Просто, мне кажется, надо смириться с тем, как родители себя ведут и принимать их такими, какие они есть и все. И в дальнейшем уже беспокоиться больше о построении своих личных отношений в семье. Вы знаете, у вас двое деток, и я вас призываю к тому, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые ваши родители допустили по отношению к вам. Вы за вот этой холодностью в отношениях, за скандалами, руганью, неуважением друг к другу сейчас ведете себя по отношению к своим детям фактически так же. Потому что вы не уделяете должного внимания, да? Ваши дети не растут в атмосфере любви, счастья и гармонии. Они не видят счастливых родителей. Они видят напряженную маму, которая выясняет отношения с напряженным папой. Вы понимаете? Да. Чтобы потом, через 20 лет, они не пришли сюда, и я не сидела пенсионеркой, и не просила их простить вас. Вредные привычки присущи любым отношениям, но чрезмерная критика не лучший выход. Помните, если вы хотите создать счастливый брак, с недостатками нужно бороться. Сообща. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Хочется узнать, как же изменилась, если изменилась ваша жизнь после нашей с вами встречи. У нас очень хорошо поменялись сейчас отношения, и я на данный момент стараюсь следить за своим поведением. Это правда, Оксана? Да, правда. Стал следить за порядком в доме. Больше не разбрасывает вещи? Нет. Саша стал лучше относиться ко мне. Мне всегда и ручку подаст, и кофе в постель принесет. И кушать готовит, помогает. Да? Да. Все-таки у меня двое детей, и мы в браке находимся уже 7 лет, и пора бы уже отойти от образа мальчика, и мамы, которая помогает ему во всем. Я должен ей помогать в большей степени. А скажите, вы во время секса перестали сравнивать ее с подругами, порноактрисами? Перестал сравнивать. Это правда? Перестал сравнивать? Да, действительно, перестал сравнивать. Стал более ласковый, нежный. Мне очень все нравится. Он начал испытывать смыжеморгазм. Я понял, что надо хотеть свою жену, и тогда она будет отвечать взаимностью и вести себя так, как желаемо. Что изменилось в ее поведении? Она стала более нежной, более внимательной. Порно смотрите меньше? Я вообще порно не смотрю. Я, наверное, не видел в своей жене то, что увидел сейчас. Поэтому я и смотрел, пытался найти в других девушках, которые снимаются в этих фильмах, какую-то изюминку, хотя эта изюминка находится рядом. Отлично. Ну, совет да любовь. Спасибо большое проекту за то, что он помог нам изменить наши отношения и улучшить сексуальную жизнь. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Хочется узнать, изменилось ли что-то в ваших отношениях с нашей последней встречи? Да, конечно. Ну, она мне так не достает. Уже как раньше. Да? Да, уже да. Не критикуют? Нет. Это правда. Я понимаю, что он нуждается, чтобы я его хвалила. Живете вы все так же в машине или вас уже домой пустили? Меня уже пустили домой. Пустили? Да. Вы знаете, мне даже и хочется сейчас, чтобы он пришел домой. А почему? Он сейчас приходит, он помоется. Костюм тройка? Пока не тройка. Но штанишки с футболочкой хорошие одевает. Даже мне не приходится ему напоминать. Выглядит хорошо и пахнет хорошо. Можно ли, Виталий, теперь ходить на кухню, если у вас нет? Конечно. Ротовскую пожарить, да? Ну, я же все-таки стараюсь быть хорошей. Сексом как дела обстоят? Он был? Был. Все стало лучше. Да. И я хочу. Ему уже не приходится меня упрашивать. Виталий, секс вам понравился? Мне понравилось. Каким он был? Разнообразным, разные позы. Разводиться вы уже не хотите? Я вижу, что человек ко мне хорошо относится. Я хочу, чтобы наши отношения продолжались. А вы разводиться не хотите уже? Не хочу разводиться. Я тоже могу быть мягкой. Я тогда желаю вам счастья. Я очень благодарна этому проекту, который действительно нам помог. Спасибо больше. Счастья вам и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин